Всех-всех с великим праздником Рождества Христова. Я вот сегодня накрыла стол, сегодня 7 января, накрыла стол и готовлю праздничный ужин. Некоторые из вас спрашивали, буду ли я отмечать наше Рождество? Ну, конечно, буду. Я точно также поставлю свою любимую кжель, приготовлю, как я уже сказала, праздничный ужин. Мне обязательно позвонят дети и внуки, и также и мама. И мы устроим небольшой телемост, будем друг друга поздравлять, смеяться и шутить. И, как вы уже знаете, мы планировали поехать в Россию, в Ульяновск, встречать Новый год и Рождество. И даже хотели остаться там до конца января. Но, видите, у нас опять не получилось. Но, к сожалению, не получилось не только у нас, но и у большинства людей. Поэтому, конечно, хочется, чтобы вот этот Новый год, который к нам сейчас пришел, 2021, как его называют, принес нам не только здоровье, но также еще и счастье и радость от общения с нашими близкими и дорогими нам людьми. А я на десерт решил приготовить свой любимый десерт Анна Павлова. Ну, здесь ее называют Павлова. Вы знаете, очень простой рецепт. У меня всегда он получается. Тут, в общем-то, большого ума, скажем так, не надо. Нужно просто безе взбить, сделать его в духовке, затем крем украсить потом ягодами по вкусу, любыми ягодами. Но крема пока у меня нет. Сейчас я только поставлю безе в духовку. Сейчас я его сделаю, меренгу эту, поставлю в духовку и схожу в магазин за сливками. Что, малыш? Вот, я буду делать из четырех белков, 200 грамм у меня сахарной пудры. Затем возьму две чайные ложечки, ну, наверное, чайную ложечку я возьму. А вот такой вот конфлау, это кукурузная мука. Затем белый винный уксус и вот ягоды для украшения. В общем-то, все. Приступаем. Малыш, ну что? Что, малыш? Что? Ты хочешь наверх, я знаю, да? Ты хочешь наверх, конечно. Ты хочешь посмотреть, что происходит наверху? Ты же не видишь? Да, вон как, вон как жалобно. А? В этот раз делаю по рецепту Мэри Берри. Вот книга ее. Мэри Берри, пожалуйста, Simple Cakes. Ну, обычно я делаю из пяти или даже шести яиц, когда мы ждем гостей. Ну, а сегодня нас только двое, поэтому будет вот такой вот. Ну, конечно, не такой, но надеюсь, что у меня получится безе. Ну, все, я взбила. Вот такая масса у меня получилась. Сейчас буду выкладывать на противень и в духовочку. Вы знаете, я даже думаю, что вот эта штука, вот эта безешка моя, не залезет у меня вот в эту мою вазочку, потому что она, в принципе, должна немножко разойтись в размерах. И я думаю, что она не залезет. Ну, посмотрим. Пока поставила на 55 минут, а там посмотрим уже. Посмотрим по готовности, в общем. Колин! О, нет! Малыш, где? Где твоя еда у папы какой, а? Ну, смотрите, какая красота у меня сегодня получилась. Ну, в принципе, у меня получается она всегда. Это красота, потому что рецепт очень легок и прост в приготовлении. Нежный, легкий и воздушный. Ну, просто объедение. А вот видите вот эти трещинки? Пусть вас это не пугает, они такими и должны быть. Хотя ли, конечно, для разнообразия украсить еще и ягодами другого цвета. Ну, например, голубика и ежевика, которые часто бывают у нас на прилавках. Но не в этот раз. Ну, конечно, сделала свой любимый оливье, опять с морковкой, только для себя. И вот парочку таких салатов, которые называются салат-коктейль из креветок. Здесь салатные листья, помидорки черри, огурец. Можно добавить, конечно, авокадо, можно перчик. И вот креветки сверху. Креветки я брала уже готовые. Подается этот салат соусом, который называется Мари Роуз. Я тоже сделала его сама. А это у меня фаршированные грибочки. Вот. Немного, конечно. Обычно я делаю, знаете, большие, но больших не было в магазине. Коль, он говорит, все разобрали. Поэтому достались такие вот маленькие, и я вот делаю из маленьких. Ну все, садимся отмечать. Коль налил уже венца, зажег свечи. И вот так выглядит сегодня мой стол. Вот эти самые грибочки, которые уже запеклись, приготовились. Салат оливье и салат-коктейль из креветок, который я вам уже показала. Очень мы его любим, и я частенько его тоже делаю. На горячее я не стала заморачиваться. Купили у мясника куриную ножку в беконе с соусом барбекю. И вот я просто ее запекла в духовке. Вот такой вот у нас пирожок сегодня. Тебе нравится, Коля? Очень вкусно. Давай! Давай, давай, давай. Наливай! Давай, чай, наливай. Конечно. Давай. Конечно, я не с молочком пью. Так вот. Коля сегодня не хочет пить ветер. Молоко. Молоко, да. Проси меня его не снимать. Хотя на нем новая рубашка. Очень даже симпатичная. Вы часто просите показать в разрезе, но вот смотрите, как он выглядит в разрезе. И Колин любит со сливками. Ух, ух. Это, кстати, уже второй кусочек я ем. Смотрите, что осталось у нас от Павлова. Смотрите, все съели. Очень вкусно. Я сейчас еще сделаю сливками. Пальню сливками, как Колин. Да, Коля? Тебе нравится? Супер. Тебе нравится мой пирог? Сенсейшнл. Абсолютно дивайн. Патал, пока. Ну, наш малыш продолжает спать. Он, конечно, сидел с нами, а сейчас вот улегся вот сюда. Вот сегодня мы не придвигали его кошачьи дерева к нам. Да, Ёсечка? Ёс. Ёс, он уже устал. Он сегодня днем не спал. Но реакция, Колин. Продолжение следует.